ребят всем привет еще раз много-много раз с вами снова димас оператор антон сегодня как обычно в принципе вся банда наша тоже здесь вокруг спряталась и сегодня у нас вылазка опять на природу можно сказать продолжение нашего обзора на тушенку мы делали сегодня мы будем делать перловую кашу на природе с тушенкой из двух лучших вариантов той тушенки и интересные заготовочки у нас есть для вас супер тушенка домашние скажу вам покажу потом что и как ну прикольно на свежем воздухе погода позволяет нам снимать сегодня чудеса клещи вокруг птички поют все прелести весны все начинает свистеть где-то что-то отцвело уже костерок такой смастырили не стали ничего делать для вас такого интересного обычный костерок обычный казан мы добавили воды уже сюда налили начинает она немножко подогреваться закипать также мы замочили перловочку чтобы она быстрее сварилась взяли перловку нас угостил любезная никонорыч с его пайка каждый день хорош перловку все проверим но должна быть хорошая ну и как бы разные специи тут соль укропчик сухой хлебушек уже заранее приготовили ну лаврушечка и перчик если в тушенке не хватит его два наших вариантов тушенки вот смотрите муравьи ползают уже вообще везде тут значит понравилось и вот это домашняя тушенка из домашней курицы вскрою покажу что и как такая тушенка такой баночки раньше что так закрывали жирок присутствует эти как и желтый домашний курица обалденный уже потаял немножко вскрою расскажу вам чья она вот ну вот мы перешли другую локацию ребят на старую чистим овощи добавим их не будем обжаривать добавим так сырыми лучок репчатый зеленый же лучок у нас подоспел морковка естественно куда без нее сейчас поскоблим по обычному по нашим промоем морковка прошлогодние хорошо сохранилась подвале вас вода закипела пойдем закипела у нас все хорошо ты мы закинем перловку ну там 450 грамм 400 грамм еще воды добавим есть что вкрапление попали большие и забрасываем закладываем наш перловку не творится крышку не будем накрывать потому что воды я добавил достаточно много раз посмотрим на нашу кашу как она держит свою структуру перловка она редко разваливается и и ну как бы не не сложно переварить но при этом она держит свою форму сейчас посмотрим красная это принцип воды до многовато налил ну как раз сейчас проверим ну для начала до закипания мы естественно крышку накроем все закипит и будет при открытой крышке у нас варится ну как бы обычно варится минут 15 может больше 20 каш так что все время скажем все видеть пойду дрова подкидывать вот ребят мы короче немножко с оператором отлучились нам надо было по делам сходить вот туда за бугром мы живем буквально вот тут пять минут ходьбы и вот там живет за бугром наши дома 300 метров максимум просто максимум тут живем мы все под бугром и речка течет кашу оставили вот буквально на 7 минут и вот она смотрите чудо какое стало она уже впитала себя почти всю воду я боялась что воды не хватит но она впитала держит структуру сейчас я попробую как она на сваренность как правильно сказать ну такая немножко не доварилась не солили ничего кстати ничего не делали тушенка соленая тушенка добавим потом ну да соли можно кстати было посолить но мы не стали она такая вот я ел перловки вкуснее они кстати отличается ну как бы все все продукции отличается по вкусу структура держит распадается но держит так что мы сейчас дровишек подкинем еще воды дольем буквально может быть 100 миллилитров чуть-чуть совсем потому что в тушенке содержится жирок она там тоже будет томиться края мы добавим овощей вот нарежем произвольно морковку кусочками она быстро сварится домашние чуть отдаст своего каротина вкуса и всего остального ветерок задувает добавим . больше нам не надо тоже достаточно мелко не рекомендую так резать так более правильно вот немножко добавили половину луковицы много не будем добавлять она сейчас тоже потомится разварится все домашнее быстро сварится за 15-10 минут крышку накрываем и дровишек подкинем ждем почти до готовности и уже тушенку кидаем и все будет у нас наша кажется в таких полевых условиях около речки на природе готова что увидимся уже при тушенке перловочка дошла там воды осталось нормально она отлично разварилась тушенка смотрите как красивая жирок тут но и все переливается она куриная это нас угостила вот наши родственники тетя ливанова привет и этих свет илья все остальные привет и вот мы оставили эту тушенку не ставили и как бы тестировать что и тестировать она домашний попробуешь по-любому будет вкусно попробую сейчас мы откроем ну естественно добавим наши оставшиеся вариант тушенки вот самый лучший а ну прекрасно пахнет жирком смотрите какой хороший широк домашней курицы она сейчас подлеет ой вкусненько все попробую вот смотрите какое место с косточкой жирком красный петушок наверно был бомба вот это мясо очень на солененько домашний обалденная ребята спасибо вот таки не всю чтобы у нас вкусно девушка с косточками на эти косточки даже есть присутствует обалденно сейчас все накроем она потомится немножко и добавим уже тушенку тут потому что это домашние смотрите ножка тут жирок присутствует мы обалденная просто красота вот смотрите на вах запахло вкусно я помню вот это детство мы жарили так тоже тушенку с картошкой ребята и чтобы он сейчас будет у нас сюда немножко сейчас мы переложим вот у нас пять минут прошло тушенку потомилась наши домашние немножко так вот так вот так схватилась тут подсохла и мы добавляем вот нашу покупную тушенку но мы реально добавляем без запаски потому что она реально вкусная она не испортит вкус точно не испортит этой домашней можно уже не добавлять но и спиратами шильдовой потому что она реально вкусная вот и у нас получится тоже свиная свинина с курица как бы тут кури курица было а тут свинина так что добавляем смело добавляем наш тушенку белорусскую остаточки и псковскую нашу отечественную российскую сколько мяса реально это лучшие тушенки которые которые не жалко отдать в разных регионах они по-разному стоят но они стоят не больше 200 рублей белоруссии мне кажется они еще дешевле стоит так как их везут к нам жирок присутствует но он отлично сейчас потомится здесь он отличный он не лишний будет потому что он тоже куриный жирок был мы распределяем и уже добавим немножко сальцы совсем немножко потому что тушеночка соленая если кому-то будет мало тот подсолит и немножко вот на сухой зелени есть укроп петрушка тут месть это все заготовил наш дедушка не конорыч отличный запах все лето выращивать весь сезон потом заготавливает рубит нашу травку муравку и еще закрываем крышкой там томится у нас минут десять доходим и никуда не спешим природа прекрасная мы сидим с оператором отдыхаем наслаждаемся природой получаем природный оргазм и скоро будем получать пищевой оргазм уже от нашей каши последний стриху наших у нас мы закидываем нашу зелень чесночком вот ребята нас получилась такая очень мясная каша перловая свинь на свинина я напомню вам тут и курица домашнего тушенка аромат вообще волшебный с хлебушком домашним почти местным вкусный обалденный он все ломается так что пробуем что у нас получилось вот тушенка покупная очень не испортила ни капельки вкусно она реально очень вкусная ссылочка будет тут вверху в описании возможно и там будет наши этого тушенка который мы добавляли очень вкусная обалденная вот ну насчет вот домашней курицы сомнений нет никаких обалденная перловочка отличный кстати каждый день это нам из немногих доставок с каждого дня которая съедобная она вот она не разварилась сколько у нас варилась она держит свою циркуру она вкусная если вы готовите на такой природе замечательно в компании друзей и знакомых на свежем воздухе в тишине особенно весной если у вас ползают муравьи больше вам ничего не надо для жизни душевного настроя так что всем приятного аппетита с вами был димас вся банда кукс бразер хукс природа рязанской области давайте увидимся пока пока